Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Некий советник, враг поэзии Далекий от понятия любви Упек меня в темницу И настаивал, чтобы меня повесили Видите ли, его женушка Намного его моложе Не смогла устоять перед моими чарами И вот, когда я гнил в камере Явился сам ведьмак Геральт Чтобы спасти меня Блядь, этот бухающий мужик На заднем фоне Это просто что-то с чем Мозг начисто выносит Капитан, я повторяю уже третий раз Этот проклятый министрель Должен головой заплатить за то Что притронулся к моей милой Господа 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 Ой, Клюквен еще Я уже сказал, что подозреваемый Останется под стражей До окончания расследования О, это уж слишком, капитан Моя бедная Зигфрида День и ночь плачет Спрашивает Когда же покарают этого преступника Как городской советник Я требую... Это тюрьма А не заседание городского совета А теперь прошу меня извинить У меня дела А тебе чего надо? Я хочу поговорить с заключенным С Лютиком? Да, ради бога Только покороче Это тюрьма А не кудлатый мишка Геральт? Как же я рад тебя видеть Как ты меня нашел? Слухи дошли Что ты натворил на этот раз? Запения ведь в тюрьму не бросают Меня подло оклеветали Ну, я думаю, как минимум Из-за Бурунова Будет здесь повеселее Хотя, если он будет Весь сюжет сидеть в тюрьме Мы будем всякие Ведьмачи заказы выполнять Чтобы денег собрать Так Не сомневаюсь Сюда попадают исключительно невиновные Раздражает меня твой Постоянный сарказм Признаю, да Я провел несколько прекрасных Упоительных мгновений В обществе той очаровательной Сельфиды Но вас застукал советник Нечто в этом роде Между прочим, я даже шапочку не успел снять И в чем мое преступление У тебя нет шапочки Разве можно Настолько серьезно все воспринимать? В этот раз ты доигрался, Лютик Советник своими руками Задушил бы тебя, если бы смог Лютик Тут прибегал мальчишка от мясника Сказал, что ты заказал вырезку и почки Это правда? Дорогой мой капитан Ты же не думал, что я Наемся твоей тюремной кашей Не перегибай палку, Лютик Об этом мы не договаривались Те две тысячи аренов Гарантируют лишь то, что тебя не повесят Что-то я не помню Что бы обещал тебе роскошные апартаменты Ах, у этих стражников воображение Не на грош Две тысячи аренов? Лютик, ты совсем рехнулся? Успокойся, у меня все схвачено Добрый капитан проследит за тем Чтобы требования советника Не были выполнены Посижу тут пару дней Высплюсь наконец Ну и советник успокоится Да все устаканится Подкупил капитана городской стражи Как у тебя все просто Не хочешь мне рассказать, откуда у тебя две тысячи аренов? Это, дорогой мой ведьмак, секрет Ну почему ты мне не доверяешь, Геральт? Ну ладно, если так хочешь знать Я взял в долг очень надежного человека И я расплачусь, как только меня отсюда выпустят Надеюсь, ты не наделал глупостей Хотя сдается мне, что наделал Хватит болтать Время посещения вышло В этом приключении вам понадобятся навыки Которые помогут вам заработать деньги Сделать это уже самыми разными способами Например, участвовать в кулачных боях Собирать травы, смешивать эликсиры Убивать монстров или играя в кости На этот раз вы не будете получать новые таланты При переходе на следующий уровень Как следует подумайте, каким образом вас стоит распределить Ограниченное количество талантов, которые у вас уже есть Неопытный ведьмак Что? Кстати, может... Что, простите? У меня два бронзовых таланта Все, я могу типа скинуть то, что у меня есть уже Вау! Блин, что? Я нихуя не понимаю Внимательно подумайте, куда и что У меня два бронзовых таланта Вы ебанулись, что тут распределять? Пиздец Ну вот, травы собирать Про чудовищу узнать Все, у меня больше не хватит не на что Охуеть Лютик Лютик Трубадур и поэт Наш старый друг и верный спутник Лютик обожает крутить роман И известен своим непомерным талантом Ввязываться в неприятности Ральф Дубен Начальник городской стражи В храмовом квартале Вазимы Дубен корыстный И насквозь продажный человек Который готов найти тысячи способов Обойти закон Если только это принесет ему личную выгоду Расценки Пока я в Вазиме Стоит узнать местные расценки На травы, эликсиры и органы монстров Может мне составить Собственный вид мальчий приз Курант Побольше заществуется и сливчиком А у кого? Да Что нужно? Что это? Капитан, здесь страшная вонь От той решетки на полу Жутко смердит Это городская тюрьма А не долбанный королевский замок Мать вашу Естественно, что воняет А канализационную решетку Проектировал идиот На пару с кретином Вся вонь с утра до ночи Идет не в камеры с узниками А прям к стражникам Что грозит Лютику? Не беспокойся Заветник требовал, чтобы его повесили Но Лютик знал, к кому обратиться за помощью Его выпустят через несколько дней За недостатком улик А что это вообще На кой хер мы здесь нужны? Все, пока, ребят Делси Нет, это довольно короткий Делси, согласен На 10 минут Окей, что бы нет Бывай То есть его выпустят На кой хер мне типа То есть мне сейчас реально Надо будет любую просто хуйню делать Чтобы меня Чтобы заработать 2000 аренов Уча Уча Пфу ты, господи Учитывая, что я неопытный ведьмак Мне сейчас денег будет так мало давать За все, что пиздец Это ты, Геральт из Ривии Ведьмак Что тебе нужно? Милсдарь Клыкач хочет тебя видеть Как можно быстрее Советую не спорить Если хочешь, чтобы у твоего друга Лютика Не было больших проблем Милсдарь Клыкач Видно, давно ты в Уизиме не был Милсдарь Клыкач правит этим городом Если он говорит, прыгай Ты спрашиваешь, как высоко, ясно? Ох, Лютик Что ты натворил на этот раз? Ладно, идем к твоему Клыкачу Я здесь просто, я тут надо было кое-что записать Так, сейчас, во-первых Объявление храма Храм Милители Приглашает всех свободных девушек В Уизиме стать послушницами ордена Наши целительницы способны справиться С самыми разными недугами Мы также готовы приобрести лекарственные травы Обращаться к матери Нирке За травы предлагаем следующую плату Три орена за простые травы Собранные в Уизиме Шесть оренов за травы Из городской канализации Из кладбища А я про них знаю? Или мне сейчас скажут Ой, знаешь, ну типа, то это Ты не можешь собирать Ты должен книжки сначала прочесть А денег у меня на них нет Так, ладно Так, давайте будем вот так вот Расценки Прискурант Нирки на травы Ну это я уже знаю, ладно Подожди, места Персонар Жреца Нирка Искусная целительница и травница Жреца Нирка скупает травы Из которых потом делает целебные настойки Так, это я вот это прочел, да? Объявление Сим сообщаю, что кладбище будет закрыто До дальнейших распоряжений Дабы оградить честной народ От обитающих там созданий Представляющих угрозу для жизни И здоровья Подпись капитана Ральф Дубин Подожди Ральф Дубин Ральф Дубин Может, блять, мне Дать тебе в бубен? Извините, слишком очевидная шутка Просто к тому, что Он начинал бы к нему зайти Сказать Э, слышь, я могу пойти на кладбище И там разобраться Чурка Вот это все Объявление Требуются органы монстров Алхимические субстанции И различные ингредиенты Щедрая плата Один арен за органы Утопцы и гуля Нихуя себе Это мне надо всего-то Две тысячи утопцев или гуля Убить И все Деньги у меня в кармане Даже не две тысячи А тысячу девятьсот Сейчас скажу Семьдесят пять То есть даже не две Вообще мелочь Три арены за органы Плавуна и альгуля Шесть аренов за органы Фледера и призрака Удвою плату За неповрежденные органы В отличном состоянии Эверден из Ринды Откуда вы? Ну это я уже понял А можешь мне персонажа показать? Эверден из Ринды Состоятельный аристократ Интересующийся алхимией И прочей мистикой Эверден из Ринды Всегда готов приобрести Органы монстров и эликсиры Меня помнится на ебали Один раз ваш брат алхимик Поэтому я вам не доверяю Объявление Считаешь себя сильным и ловким Отлично орудуешь кулаками Выходи на бой с лучшими бойцами Выезимый в таверне Под кудлатыми мишками На это почитаем, конечно В этой таверне проводят Кулачные бои Естественно на деньги В связи с угрозой Для населения Канализация закрыта До дальнейших распоряжений Подпись Сержант Орел Сержант Орел А, это какой-то другой Ну-ка, еще раз попробуем С Дубином поговорить Потому что насчет клаба Еще у него появилась Ну, я понял Это, конечно, собирательный Такой DLC Это, конечно Где еще, может быть, получше Что нужно Я, конечно, пойду Ну, ведь прям так Как ты вот эти Вот это да Так Не, не то С заданием Лучше не ходи в квартал нелюдей Эти мерзкие твари Только и ждут, чтобы тебя ограбить Ах, если бы у меня вылетели Дверь заброшенную Дом Ну-ка Даем Ну-ка, будем все лутать Если мало Не может кому Кому можно зайти Вытащить что-то из этих Все надо будет Так Буфер Поехал Все забрал 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 О-о-о Окей Здесь еще-то ничего и нету Микрофонистый лук Все еще здесь Так, латочник Поехали Бездоложки Побрякушки Все, что вам нужно Чем ты торгуешь? Украшения Дамские платья Драгоценные камни Какой прок от твоего товара? Ну, если тебе самому Не нужны украшения То как же наши Милые дамы Это прекрасный подарок Затрата вернется Старицей Это я гарантирую Так, продать ему О, я могу ему Кремень продать Хоть что-то могу продать У меня уже целых 28 аренд Я не знаю Откуда идет Весь этот расизм Моя подружка Хельда Она краснолюдка И она совсем Не похожа на то Что говорят Про нелюдей Что я должен ей купить? Черные нас не победили И чума не победит Малая с бабулей Так держи Помню здесь травница была Сейчас нету Что там? Лучше не ходи В квартал нелюдей Это мерзкий Накоплю деньги на лодку И только здесь Меня и видят Да, однако Смотрите-ка Не особо здесь Только один торговец Остался Ай Блин, ну тут Ай, ладно Очки Я не помню В таверну Под кудлатыми мишками Надо идти Нет, это Чтобы на кулаках Подраться А с этим чуваком Нет А чтобы пообщаться С этим товарищем Куда Так, стоп Возможно туда же Ну да Здесь все злачные места Так что Э, ну да Не, ну собираем Конечно Потому что По увлекательности Это конечно Даже не рядом Ну Шо, блять Объявительно Где зашел Уже не выйду Держи лапы при себе Чего уставилось Ее не рады Ривы Вон Извозимы Милка Шлюха Лживая Сволочь И кости У нее Шулерские Гори Она в аду В этой таверне Можно на деньги Сыграть в покер Так, как Хозяева Я пока все это Оставлю Мало ли А, да Потом зайдем К этому чуваку Пизде Ты у нас кто? Что тебе надо? Ищу работу Шоколад Так ищи ее В другом месте Что? День плохой Выдался Да пошел ты Ебать ты грубый Ты кто? Я работаю На клыкача Слышал о таком? Все в этом городе Знают Что с Ереми И Триком Надо считаться Если хочешь Чего-то добиться Тебе нужен Псевдоним Что-нибудь Запоминающееся Ереми Трик Совершенно не звучит Да пошел ты Пока Привет, Седой Хочешь есть или пить? Или ты По другому делу пришел? Зачем же еще? Ну У нас там есть Очень удобная кровать Что будем заказывать Так, вот Отлично Поехали А, пардон Всю жратву будем Стаскивать ей Ну вот уже 71 арен Повердуху я, конечно Но Добро пожаловать в кудлатовую мишку Я могу помочь Мне бы переночевать Поесть чего-нибудь Да ноги у огня согреть Этого добра у нас навалом Если хочешь поесть или выпить Позови официантку А комнаты у нас всего по 5 аренов Я пока осмотрюсь Если не возражаешь Да Бывай Грифарин Трактирщик В разделе Знаменитой В Изимской таверны Под кудлатым мишкой Кроме того Он ветеран Нильфгардской войны И член Солдатского братства О, сержант Орел Или Орел Кого еще черт принес Я Геральт из Ривии Сержант Орел К твоим услугам Поговорим Чем ты занимаешься в жизни? Я наемник Мы следили за тем Чтобы эти говноеды Не вылезали из канализации А они в последнее время Так расплодились Да Я тебе вот что скажу, дружище Все это началось с того Как привезли гнилую капусту Весь город обдрестался Эти твари Сифилитические Как пошли плодиться В канализации Но Мы все выходы перекрыли И теперь на улицах порядок Отличное решение Дешево и сердито Но так уж случилось Что я ведьмак И мне бы очень хотелось Поближе познакомиться С этими тварями Хотелось бы, значит Фу Ну это не моя забота Меня это вообще не касается Только вот если тебя сожрут То отвечать мне Откуда мне знать Что ты и правда Ведьмак? И что ты оттуда живым Выберешься? Я могу доказать Ладно Говорят, ведьмаки здорово пить умеют Если ты меня Перепьешь Я поверю Что ты ведьмак И дам тебе ключ От канализации Идет Здравствуй, незнакомец Тебе говорили Какая у тебя Интригующая улыбка Там у вас где Глазом клюв Может присядешь И сыграешь со мной В покер Должен предупредить Я никогда не даю форы Даже таким красоткам Как ты Что красавчик У тебя озабоченный вид Что-то случилось Моя подружка Твердит, что любой Был бы рад Оказаться на моем месте Но я не могу радоваться У меня дурное предчувствие Мне всегда казалось Что стоит прислушиваться К разуму А не к чувствам О, как возвышенно и рационально Держу пари По знаку зодиак Ты зимняя дева Может расскажешь Что случилось Я ведьмак Возможно я смогу тебе помочь Правда? Поверить не могу Как мне повезло Видишь ли Несколько дней назад Я выиграла старый дом Сначала я обрадовалась Но потом мне приснился Странный сон Вдобавок Говорят В доме водятся привидения И мне кажется Он принесет мне неудачу Я понимаю Все это звучит глупо Но однажды Я выиграла чужую жену Кто-то поставил на кон Свою жену Смелый шаг Это был и пад Но я тут же Намеренно проиграла Ее другому Так что с моим домом? Если там действительно Есть призраки Я смогу избавиться От них А потом продашь дом С ведьмачьей гарантией Чудесно Но ты должен сделать кое-что Перед тем Как я отдам тебе ключ Видишь ли Гадалка недавно сказала мне Что меня избавит От всех бед человек Который подарит мне Кольцо с бирюзой Ладно Как скажешь Я принесу тебе кольцо Как только найду его То есть Сегодня покупать надо будет, да? Давай 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 Подымем Подымем Давай еще Две шестерки Охуяк Охуитель Один Два Окей Кто-то сейчас проиграет Это буду я Но пока что еще Еще пока норма Паниковать Так У меня есть один Два Четыре Пять Вот если будет три Будет вообще замечательно Давай трешечку Спасибо Спасибо, блядь Спасибо Очень Прям Бой Че? Что, красавчик? Бывает Пошел нахуй Блядь Ну блядь Блядь ща поебалу получишь у меня от кого нибудь не я щас я ну вы знаете классическая схема выигрывания в покер с костями в ведьмаке ну вообще всяких таких играх подобных играх так слышай говорили же что она шулер может эти люди были правы один два шесть пять за один два ну не получится так а дать вот так ну да Я уже давно не играл в это, так как я уже не помню почему. А, да, извините. Так, две пары, у него одна, у неё. Ты шлюха, а? По-любому мухлюет. Вот она жульничает, тварь. Она просто жульничает. Причём, говорит, распределите таланты так, чтобы вам помогло. Целых два... Нихуя у неё, подожди, чё у неё? Вау! Хаос! Блин, чё за говно, а? Обааа! Что, Крась? Бывает. Я тебе морду разобью! Не ебёт, мы будем сидеть и выигрывать деньги, а чё? Лютик, блядь! Вот реально, Лютик, блядь! Так, конечно, не кровь и вино, да? Так, четыре-четыре. Так, четыре-четыре. Шестёрочку оставлю, мало ли. Ну, ничего, четыре-четыре, пять-пять. Ой, извините, у меня там тапки скребут по этому, по столу. Два-два. Окей. Блядь, ну, чтобы даже косарь заработать, тут будет так, ну. У меня коры, ты, па! Коры, ебать! Дёска, одна монета. Что, краса? Бывай. Я тебе морду разобью! Нормально. Что? Ещё разок. Четыре-четыре. Уже так много не повышает. Ещё поднять. Поднимаю. Так, четыре-четыре, а у неё шестёрки три. Ну. Охуеть! 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 Шестёрочки! Шестёрки! Дум-дум-дум! 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 Ох! Давай, давай, давай. Ну, такой. Неплохо, 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 неплохо. Not bad, not bad. Ну, я тоже, в принципе, not bad. Ну, я подниму, я, конечно, подниму, потому что... Как тут не поднять? Вот единичку мы перекинем, пожалуй. Да, 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 неплохо. 148, неплохо. А можно каждый раз не включать с ней этот диалог, блядь. А, блядь, там какой-то был диалог. Так, ладно, хочешь поставить ещё что-нибудь? Хочешь поставить ещё что-нибудь? Прости, я не смешиваю дела и удовольствия, но у меня есть к тебе предложение. Я раскрою тебе одну тайну, если ты так же обыграешь двух других игроков. А они хорошие игроки. Я это сделаю. Я знала, что ты согласишься. Отлично. Обыграя Рэлла и Гунна, а потом возвращайся ко мне, и я кое-что тебе расскажу. Так, Рэлл и Гунна. Так, сохраняемся. Ой, бабочки. Так, пошли бить моды. Чёрт, ну и рожа у тебя. Сам ты давно в зеркало смотрелся. Ты издеваешься? Да. Иди сюда, я тебе рыло начищу. Славка 75 аренов. Так. Хм, вообще-то с радостью. Я покажу тебе, как выглядит настоящий кулачный бой. Да, да, да. Да, да, да. Я тебе морду разобьёл. Хм, делись как даба сзади. Не понял. Да, господи. Мордой бумаги не нравится. Я всегда была умницей. Чёртов, ведьмак. Быстро ты лапами машешь. Поработай над правым хуком. Забирай деньги и проваливай. Дурацкий сегодня день. У нас у всех бывают неудачные дни. Знаешь что, ведьмак, ты малый и неплохой. Слушай, мне бабуля тут передала простокваши. Говорила, полезно для костей. Хочешь, поделюсь, беловолосый? Конечно, почему бы нет. Хм, простокваша, Савель. А чё это такое? Чё за простокваша? А, энергия? Ну, куда девать простоквашу, я знаю. Что подать? Я думаю, что найдем где-нибудь мы сильные идут. Что если мы ждем? Ну, тут вроде все. Да, это так, ну такое, вот ходим, всякие дела другие. Это как, кстати, мы были в серии, где я выполнял побочные задания всякие. Так, а между тем у меня, это что такое? А, ну вот дом клыкача, да, пошли. Я немножко как бы там это, поиграл, тусил. Живодёр. Первый. Понятно. Так, мне бы ещё кому-нибудь бы отдать... Так, давайте я сделаю вот так, а то мало ли пацаны, это сейчас наверно накинуться всему. Наро, ня, ню... Наро... Че за конычка? Золотое. Блин, она там говорила не про золотое. Эмммм... кольцо с бирюзой перепить выгорает там и все дела так а посыльный салатник лохматый животер и сам как выкачу милсдарь клыкать ждет внизу осторожнее там выверны они сегодня в плохом настроении почему не выверги и выводит неважно сам разберусь даже ведьмак ахуява и вывернуть что ты несешь что верно так так ведьмак наконец не зашел до встречи со мной новый человек остановил меня на улице интересно каковы шансы выжить в бою с двумя разъяренными вывернами зависит от того кто с ними борется тот кто и мечом то толком не владеет артист скажем менестрель сколько лютик тебе должен ровно 2000 я знаю что он собирается сбежать из города как только его выпустят из тюряги он дуру решил что может надуть клокача мои ребята навели справки мы знаем что у него не гроша и что еще хуже в этом городе ему никто в долг не даст против тебя я ничего не имею ведьма но честно говоря ты его единственный шанс так что скажешь если лютик не расплатится сам я сделаю это за него вот это другой разговор собирай деньги и без фокусов а то ведь в тюрьмах бывают несчастные случаи говорят недавно один из заключенных повесился на собственных шнуках договорились я заключаю с тобой сделку ты оставляешь лютика в покое а я выплачу за него долг скажем это побочный эффект дружбы ты тысяч люди какую-то мудак так не суй свой мозг и друг можно тебя на минуту в чем дело не подходи к воротам милс дарь колыкач будет очень расстроен если ты попытаешься удрать а твой друг лютик расстроится еще больше ясно значит я здесь пленник пока не выплачу долг так боже с кем это надо поиграть орл и гум а так урал же там рядом сидел ми я тебе уже говорил ты можешь идти куда глаза глядят но только после того как рассчитаешься с клыкачом это точно говорил нихуя подобного дни он не говорил я те уже говорил этот у вас видимо это в голове немножечко проблем с головой короче так беды с башкой все можно отменить снижение доведите стальных бойцов а это на карте уж нет пойдем пойдем кузнеца обыграем во первых мы кузнецу конечно же продадим этот кинжаль кинжаль продадим от тебя такой вид как будто тебе птица в суп нагадила не самая приятная встреча в утром я встречал людей получше гон харди с командующий солдатским братством я и мои друзья клыкач вообще-то нам не друг честно говоря нам надоело что этот молокосос считает себя здесь главным геральт из ривии ведьмак у тебя есть ко мне дело о да мы слышали о твоих проблемах вернее о проблемах этого негодника лютика мы хотим помочь быстро здесь расходятся слухи и чем же я обязан такой неожиданной благосклонности скажем так мы не против если кто-нибудь присмирит клыкача у нашего солдатского братства есть кое-что ценное сокровище которым мы поделимся с тобой если ты докажешь что тебе можно доверять как же у вас все сложно но в моей ситуации отказываться не стоит каким образом я могу завоевать ваше доверие и должен встретиться с каждым из нас гриф варина и грузила ты найдешь таверне анавик наверняка шивается у кладбища когда закончишь с ними приходи ко мне в кузницу посмотрим из какой стали ты выкован расскажи мне о вашем сокровище солдатском братстве нас когда-то было пятеро четверых ты знаешь еще был куна концу войны у нас не было ни гроша не скрою что мы начали нападать на купцов безжалостно их грабя однажды среди нашей добычи оказался необычный камень куна который в этом вроде как разбирался утверждал что камень магический он немного поколдовал и открыл сияющий портал куна считал что за этим порталом нас ждут эльфийские сокровища якобы остроухие спрятали свои ценности там куда попасть можно только через портал обуреваемый верой храбростью и вероятно жадностью куна зашел в портал но так и не вернулся и ты хочешь подарить мне этот камень по моему в нем больше опасности чем выгоды и ведьмак а куна был писарем который пошел на войну в поисках приключений если тебя ждет опасность ты справишься если же там нет ничего кроме сокровища куны сокровище возьми себе а парня нашего приведи сюда в таком случае до скорой встречи гул хардис кузнец-оружейник ветеран мельгарской войны гул возглавляет солдатское братство грузил местный чемпион кулачных боев ветеран войны и член солдатского братства много времен времени проводит в таверне под кудлатом мишкой если его вызвать на бой то он скорее всего согласится после чего как следует отделы противника но клыкач боль босс в изимского преступного мира клыкач контролирует улицы храмового квартала лютик занял у него деньги я должен вернуть их клыкачу милка красивая девушка интересующаяся азартными играми и мистикой ее часто можно встретить в местной таверне где она играет в кости и сыграть с ней орл командир отряда наемников обосновавшегося храмовом квартале собственно задание орла мало волнует как любой порядочный командир он целый день напролет занимается тем что надирается в стельку в таверне под кудлатом мишкой так чуть как дохуя всего свалилось сейчас так во первых давайте мы пойдем продадим нам этот кольцо это все говно учу миша за задание да сюда придет да не окей так это чё тут какая-то хрень творится там прям медальон с ума сходит интересно так сколько шестьдесят у меня какой она могла так со мной поступить с бирюзой что так сапфиром с рубином с рубином просто золотое серебряное сапфиром с бирюзой нету но его хотя не покупать надо окей так украшение украшение ужасные времена интересно интересно чё тебе интересно да кузни то вот она говорят почему бы нет время у меня есть да чем дело а я тут спросить хотел а почему вы называете себя солдатским братством я уже не помню кто это название придумал возможно навиг во время северных войн был единственный шанс выжить быть рядом с друзьями только они помогают остаться в своем уме ты участвовал в битве за содан говорят будто то была великая победа там мы остановили черных но послушай меня гунна хардиса не пройдет и десяти лет как черные вновь пересекут я ругу и нас ждет еще более страшная битва надеюсь ты ошибаешься надежда для глупцов если ты умен ты будешь готовиться ясно да в чем дело да о сама часа вода тоже забираем ух ты ёмоё как сразу спортера три пятерки две шестерки ахуеть да поднять конечно неплохо так хорошее начало так 4-4 шестерку я ставлю мало ли не пстественно я выиграл так опять с где тем что чуть че ну так 3-3-6-6 так тире 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 Тиридидидидидидам, ну ладно. Два, два, шесть. Угу, та шестерочка, еще одна. А у него пуг. Ах ты, щука! Так, пей, пей, два, два. М-м-м-м. Че, еще осталось можно сыграть? Все в порядке. Многие считают нас лишь машинами, которые только и способны что-то мечом махать. Да, в чем дело? А ну все. По поводу поединков. Ты победил всех из солдатского братства. Они готовы тебе доверять? Я над этим работаю. Да, в чем дело? До встречи. Ой! Ой! Теперь орла! Надо в покер тоже. С костями выпавим сразу, чтобы уже в этой серии все. Ну да, мне даже опыт не дают. Сволочи! Даже опыта мне не дают, понимаете? Сейчас, секундочку. Возьму. Так, средний крепость. Оставим. Мне тут птичка на хвосте принесла, что ты совсем разорил бедняжку Милку. Рад, что ее хоть кто-то поставил на место. А мне птичка принесла, что ты и сам неплохой игрок. Ой! Планируешь задержаться в Узиме? Вряд ли. Скоро начнется война с Нильфгардом, попомни мое слово. Снова понадобятся наемники, и я поведу их на юг, границы. Думаешь, черные вновь пойдут на нас после взбучки, что мы им задали при Содене? Один раз они обожглись, а это значит, что во второй раз они будут знать, от чего ожидать. Нильфгард так просто не сдастся. Бывай. Сейчас, чтобы потом все это не слушать опять. давай так 4 4 1 1 ну у него ставки такие получше уже норма айда норма айда Давай Можно конечно постараться собрать, но все не соберешь Эху, блин, все шестерочки, вы вообще за ебесь Ага На, все есть Не, а, сохранят скажу, что Ну, ну нормально А у противника нет Зато он сейчас может что-нибудь прям ухуенное выкинуть. Бывает такое. Я себе ничего не поменял. Два, четыре, пять. Да. Ну и в этот раз. Два, два, четыре, три, один. Один, два, три, четыре. И вот тут вопрос, кстати говоря. Можно сделать, чтобы было один, два, три, четыре и допустим пять. И тогда будет хорошо. Лучше, конечно, пары. Ну, такое. Три это вроде пул, да? Да. Ну ладно, треть, считайте, есть денег. Еще три раза постук, уже будет нормально. Не, четыре раза. Не, три, еще три. Вот у нас есть пятьсот, еще пятьсот, это тысяча, еще пятьсот, полторы. И да, еще три раза тоже. Так, пошли. А с тобой что, еще разок можешь с вами? Да ладно, не, ну окей, а че? Ради бога. Любой каприз за ваши деньги, как говорится. В данном случае, буквально. Хотят всегда буквально. Ну, у него, ух ты, сука, у него это получше. У него с шестеркой. Шестеркой двушка, а у меня трешки-пятерки. Все, у меня пул. Сейчас хояк и еще до шестерки. Ах ты, черт, рогатый. Ладно, вот это было классно. Это было классно. Серьезно? Красиво, красиво. Так. Пул им. У него хаос, ниху. Блядь. Похоже, в этот раз ты проебу. В этот раз ты проебу. Но. Он, наверное, сейчас не будет просто ничего перекидывать. Зачем? Ну, четыре, наверное. Нахуя, чувак, фулфа уже. А, нет. Я, кажется, до конца все равно не понимаю правила. Тут, хлоп, хлоп. 51 серию записал. Правда, я ее не в каждой серии. Так. Чего мы англо монеты поднимали? Ну, серьезно. Ну, норм. Могло быть получше, конечно, но норм. Проиграл весь свой заработок. Что я теперь пить буду? Как говорит один мой знакомый краснолюд, пьем за то, чтобы были деньги, пока они не кончаются. Пить, ой. Бывай. Пить, ой. Чего, бывай? Пить, ой. Я обыграл Орела и Гунна Они банкроты Браво! Держу пари, они в ярости Хотя жаль, что они теперь ничего не смогут проиграть мне Ты собиралась раскрыть мне тайну? В храмовом квартале крупная рыба не плавает Но я знаю, где собираются богатые жители из купеческого квартала Чтобы втайне ото всех сделать несколько ставок Из них можно снять неплохие деньги Мне это нравится Возьми этот ключ Он открывает тайный проход к месту встречи У меня для тебя есть еще один небольшой подарок Перед которым не устоит ни одна приличная дама Это рецепт духов Я твой должник До встречи В покер с богачами Поехали Ладно, давайте на этом на сегодня все Сейчас посмотрим, где там этот покер с богачами Потому что лучше как через покер деньги стряхивать Так, кости брошены Так, тадам, у меня свежий у него идет, да? Все, отлично Значит, пока мы бежим Я скажу, что ссылка на плейлист в описании Подписывайтесь на канал Вступайте в группу Подписывайтесь на канал по обзорам фильмов На канал авторам музыкальной темы На канал душевные игры Роза Парацельца и Капа в Крит Жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах И по возможности поддержите канал материально Ссылки на все реквизиты В описании к каждому видео есть Как обычно говорю Очень-очень сильно сподможете Опа Поспорим А вот Сейчас до туда-то бежим Ты странный Это да, я такой Типа вот сюда Ну, похоже на Вот так встанем рядом с лодком с рыбой Нажмем Даже не в пять, а вот так А то и так он каждый раз их там прогружает Подолгу целая куча Старая шахта А вот это какое-то сохранение Вообще древние перезапишем И все, на этом всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok